До художественного музея юные живописцы добрались в районе 11. Ранним утром ребята успели побывать на море, а после изобразили старый городской дуб. Эрмитаж по-сочински, как и все другие достопримечательности курорта, пишется под чутким руководством педагогов, которые, как и дети, приехали из разных регионов страны. Впервые в сочинском пленэре участвуют калмыки. Олимпийскую столицу они видели только по телевизору. Говорят, на самом деле город намного красивее, насыщен цветом и эмоциями. А главное, он другой и ничуть не похож на родную Элисту. Природа абсолютно другая, поэтому нам очень интересно работать. Ребята рисуют с утра до завтрака, рисуют после завтрака, рисуют после обеда, рисуем вечером. То есть настоящая жизнь полноценного творческого взрослого художника. Рост ребят заметный, то есть это такой большой трамплин для их дальнейшей творческой работы. В рамках пленэра юные мастера учатся использовать в работе разные материалы, которые применяют профессиональные художники. Акварель, гуашь, пастель, графическую технику. Можно передать фактуру разную, море, его писать утром. Оно постоянно в разном состоянии находится, это очень интересно. И помогает дальше развиваться в технике и в мастерстве. Ощущение мира настоящих художников, которое ребятам передается на мастер-классах, это огромный стимул для детей. Как показывает 15-летняя практика, из Сочи они уезжают с решением стать, если не художником, то дизайнером или архитектором. А педагоги, принимающие участие в проекте «Пленэр. Открытый воздух. Общение», еще и откроют в Сочи выставку «Арт-транзит». Это международный вернисаж детского художественного творчества. Увидеть картины, которые путешествуют по стране с целью изменить этот мир, хотя бы в деталях, можно будет уже 3 ноября в фойе художественной школы номер один. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.